Всем привет! Независимо от того, что мы продаем пользователю товар или подписку, общее взаимодействие будет одинаковым. Пользователь нажимает какую-то кнопку в миниапе. Миниап вызывает нужный метод бриджа. Бридж через бэкэнд ВКонтакте запрашивает детальную информацию о товаре у бэкэнда миниапа и отображает пользователю окно подтверждения. Название, цену, скидку, период и так далее. Если пользователя все устраивает, он продолжает покупку. Здесь срабатывает магия голосов. Если у пользователя их не хватает, ВКонтакте отправят его на платежную форму, в зависимости от текущей платформы. После пополнения баланса голосов, или сразу, если у пользователя их было достаточно, голоса будут заморожены, а бэкэнд ВКонтакте отправит коллбэк на бэкэнд миниапа и будет ожидать подтверждения того, что товар выдан пользователю. Если бэкэнд получит подтверждение, то переведет голоса на баланс миниапа. Если нет, разморозит и вернет их пользователю. В конце бридж вернет управление в миниап, которому надо будет обработать результат покупки, разблокировать кнопки, применить визуальный эффект или просто показать какое-то сообщение. Прежде чем перейти к продажам, необходимо завершить настройку платежей нашего миниапа. В настройках платежей указываем адрес бэкэнда для уведомлений. В тестировщиках – кого-нибудь из администраторов. Тестировщики платежей покупают товары и подписки, не затрачивая реальные голоса, а все уведомления будут иметь суффикс «тест». Все коллбэки отправляются пост с запросами на указанный адрес. Прежде чем приступить к его обработке, необходимо проверить подлинность. Что для этого необходимо? Если вы используете не PHP-сервер, раскодировать строковые значения из формата URL-кодировки, принятого в PHP. Отсортировать все пары параметра значения, кроме параметра SIG в алфавитном порядке по имени параметры. Собрать пары в строку без разделителей. Добавить в конец строки значение защищенного ключа из настроек. И посчитать хеш-код по алгоритму MD5. В самом простом варианте на PHP это будет выглядеть так. В переменную SecretKey сохраняем наш ключ. В Input входные параметры. Ассигнатуру в отдельную переменную, чтобы она не участвовала в расчете подписи. После подготавливаем строку для проверки и считаем хеш. Если не сходится, отвечаем ошибкой. Если в процессе обработки уведомления что-то пошло не так, надо вернуть ошибку, чтобы бэкэнд ВКонтакте знал, как действовать дальше. Формат ошибки простой JSON. Поле ERR-код – код ошибки. Коды меньше 100 используются в ВКонтакте и обозначают определенные ситуации, вроде ошибки проверки подписи – код 10, или отсутствие товара – код 20. Коды в диапазоне от 100 до 999 можно использовать под собственные нужды. Поле ERR-MSG – описание ошибки. Это обязательное поле, если код ошибки больше 100. Признак Critical – это критичность ошибки. Если False – ВКонтакте повторит запрос. Такой результат необходимо возвращать, если ошибка носит временный характер. Например, при проблеме коннекта к базе данных. Если True – то ВКонтакте тут же прекратит запросы и вернет в Bridge ошибку. Такое значение стоит отдавать при ошибке проверки подлинности запроса. Невозможности продать товар конкретному пользователю. Например, у пользователя уже куплены вечные отключения рекламы. И так далее. Кроме подписи, необходимо отдельно проверять и остальные параметры, чтобы они не противоречили бизнес-логике вашего приложения. Например, если пользователь уже купил вечные отключения рекламы, ему нельзя продавать отключения рекламы в виде подписки. Поэтому валидация всех полей на бэкэнде – залог надежных и безопасных платежей.